Итак, мы переходим к, мы будем сегодня работать с планированием, а именно с такой ее частью, как цель. Когда вы отвечали на вопрос, зачем, вы отвечали на вопрос о цели. Вопрос о цели, идея такая, цель это желаемый идеальный образ в будущем, вот как с аптекой, вы видите, напомните, Кристина видит образ аптеки, например, зеленый крестик наверху, конкретный образ, она его видит, что значит видит? Она его уже представила, где это будет, что это будет. Она видит это расстояние, какое она дойдет. Она видит время, когда это должно произойти. У нее это конкретный образ, и этот образ для нее желаемый, она хочет ее обойти. Если это отвечает требованиям, то это цель. Люди часто называют по целями то, чем целями они являются. Ну давайте проверим, любой, пожалуйста, кто может, кто хочет предложить свой ответ на вопрос, зачем я здесь? Значит, мы в начале занятия, я задал вопрос, и часть людей в письме ответили, зачем я здесь? Пожалуйста, кто хочет предложить свой ответ? Да, пожалуйста. Я здесь для того, чтобы в будущем получить высшее образование. Итак, конкретно ли это во времени? Да. Будущее когда заканчивается? Через полтора года. Когда вы написали в будущее. Я поменяю его по слову будущее. Давайте не будем тасовать капли. Вот сейчас написано. Если вы написали в будущее, это видно какое время? Да. В будущем это когда? Ну его все поняли. Кто все? В том числе и вы. Нет, я бы не спрашивал. Для меня в будущее, вы понимаете, будущее вообще, это вечность. То есть идея такая, цель должна быть, ну одна из параметров цели, для себя проговорена, она должна быть четко ограничена во времени. Когда именно? Еще раз прочитайте. Свой ответ. Так, я здесь для того, чтобы в будущем получить высшее образование. Я здесь для того, чтобы в будущем получить юридическое образование. Высшее юридическое. Я здесь для того, чтобы в будущем вы получаете в будущем, а вы сейчас видите, что вы здесь делаете. Если вы только в будущем получите... Сейчас я получаю знания, которые мне пригодятся для того, чтобы... А, ну вот необходима расшифровка. Здесь необходима гармонерчика. Да, я полностью согласен. Итак, пожалуйста, давайте ваш ответ. Я здесь, чтобы получить новое знание. Я здесь, чтобы получить новое знание. Я здесь, чтобы получить... Это о будущем? Да. Есть образ будущего? Да. У вас есть образ знания? Образ знаний есть? Что такое знание? Так, не унижаем. Есть. Ну, опишите. Образ есть. Образ можно описать. Итак, у вас есть аптеку, я понимаю. Я ее видел. Вот образ знаний. Потому что это цель. Она должна быть видимой. Это образ. Опишите этот образ знаний. То есть, нет образа знаний. Правильно я понимаю, что это давняя цель? Я уверен. Подождите. Вы не можете описать, куда вы стремитесь. Описать свою цель. Значит это, что у вас цели нет? Нет. Значит, зачем? А не зачем. Ответ ваш такой. Ну, зачем сюда пришел? А не зачем? Просто цели нет. Цель есть. Какая? Опишите где знания. Знаете, лучник видит цель, такая кругленькая, натягивает. Видит цель. Другой вариант. Ничего нет. Он вообще без очков. Представляете? Как вы думаете, он попадет в ход? Не дай бог мне сейчас сказать. Лук. Как вы думаете, я попаду в свою цель? Вы говорите, ее знания. Какие? Что? Куда вы целитесь? Нет образа, нет цели. Это я просто... Это трудно. Цель и полагание для волгоградцев, это вообще бич Божий. А волгоградцы очень активные люди. Выйдите на улице, они все пьедут. Видно по лицам, что куда-то спешат. Они делают лицами такой вид, что у них какая-то цель есть. Остановите его, спросите куда он идет, он не скажет вам, какая у него цель. Вот единственное, я сегодня слышал хорошую цель от аптеки. Она конкретна. Но чуть дальше, чуть стратегичнее и все, все расплывается. Все вне фокусе. Давайте еще. Вы писали, не писали, да? У вас не было? Нет. У вас есть. Да, пожалуйста. Свои ответы. Ну, у меня такой же, как и у Ани, чтобы получить новый знаний. Хорошо. Ну, здесь подтверждается, что у вас есть... Ну, в данном случае, я подозреваю, там то... Следующее произошло. Произошел подсовывание шаблонов. То есть в голову студентам и людям вбиваются какие-то шаблоны. И люди не мыслят, а говорят на меня не в плохом, не в хорошем смысле, а они просто подсовывают шаблоны. Зачем тебе? А вот для вот этого. Например, мне необходима семья. А зачем тебе семья? Ну, пусть будет. Должно быть так, конечно. Ну, мне и нужно. А зачем? А зачем? Хорошо. Итак, я вам предлагаю... Есть ли вопросы по поводу... ... 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